Юра, тазики, авоська, форма железнодорожников, куда мы сегодня пришли? Сегодня мы пришли на экскурсию на банную аллею, где мылись наши железнодорожники. Да, пойдемте с нами на виртуальную экскурсию. Это сильные новости в наш проект Гомель наизнанку. Поехали! После трудовой смены рабочим нужно было где-то смыть пот и мазут. И тогда, в 1876 году, напротив проходной главных механических мастерских либо Воронинской железной дороги, была построена баня. А пространство между проходной и баней превратилось в улицу, которая постепенно была застроена и заселена рабочими железной дороги. Улица называлась Казенная, поскольку на ней жили в том числе и служащие государственной железной дороги. И что характерно, даже вход в баню для них был отдельный. Общество того времени было сословным. Как пишет доктор филологических наук Александр Рогалев, в железнодорожную баню ходили со своими тазиками. А одежду и чистое белье оставляли в предбаннике на лавках. Однако в Золине всегда встречался лихой народ. И переодеться в чужое чистое белье, а то и умыкнуть портки и сапоги могли легко. Поэтому мылись в бане очень быстро, постоянно бегая смотреть, на месте ли вещи. По воспоминаниям старожила Рубцова, после революции в 1920-х годах порядки в железнодорожной бане были уже другими. Одежду связывали в узел и сдавали банщику в стеллажи под номерок. Баня вмещала одновременно до 500 человек, а парилка – 50. На пол положили деревянные решетки и поставили деревянные лавки. Если намылить мылом такую лавку, затем разбежаться и сходу сесть на заднее место, то можно было скользить метров 10 до самого конца лавки, писал впоследствии Рубцов. Почему, собственно говоря, мы решили снимать выпуск про банную аллею? Потому что я лично сама проходила здесь однажды совершенно случайно и обратила внимание на необычные телефонные столбы. Такие в Гомеле я нигде не видела еще. Мне привлекли мое внимание старые дома, которым больше 100 лет. Посмотрите на эту кирпичную кладку. Улица – это банная аллея. Там в конце была железнодорожная баня, крупнейшая в Гомеле. Вот эта, которая возле танка, она большая была, давно старая. А та баня строилась тоже еще, ух, чер знает когда. Там были натуральные камни такие, как вот эти вот. Печь была такая, как вот этот погреб. Вот было только печь. И лежали вот такие камни. И вот мы туда, я спортом, борьбой занимался. И когда переходил из весовой категории, из одной во вторую, я туда в эту баню ходил, заходил в эту парилку, с меня тек пот. Я мыльницей все это сгребал. И когда приходил на соревнования взвешиваться, у меня оказывалось веса мало. Попадал с меньшими ребятами. Такая вот хитрость была. После войны практически все общественные бани Гомеля были разрушены. Для их восстановления нужна была древесина. И вот заснеженные леса зимой 45-го отправляли именно женщин. Продавщицы и машинистки советских учреждений валили лес. А потом отправлялись в баню. Складывали свои вещи в узелки и отправляли на так называемую прожарку. Это своеобразная дезинфекция от вшей. В середине прошлого века баня на банной аллее стала одной из лучших в Гомеле. После войны к старинным домам кирпичной кладки пристроили новые желтые дома. Вот это были дома. Они построены 1908 года. Потолки высокие. Но один этот дом разбомбили. Этот дом строили в 1948 году. Пленные немцы. Они строили вокзал. Дом построен из вот такого вот натурального. Называется шлакобетон. Шлакобетон, шлакобетон, знаю. Сейчас тоже такого материала нету нигде. Нету, да, да. Он был... Да. После восстановления ее. Изобрели специально. Да. Ну, тогда, видите, много паровозов было. Шлаком много было. И делали такие блоки 20 на 20 и на 40. И вот этот дом построили 1948 года для руководства железной дороги. Здесь жил главный ревизор в этой квартире. В нашей квартире в третьей жил начальник участка железной дороги всей этой. И в первой жил Липский Иосиф Станиславович. Ну, очень большой железнодорожный начальник тоже. Понятно. Ну, вторая, вторая однокомнатная квартира дали тут уборщице. Чтобы было так, что не только для начальства. Равенство было? Да, да, да. А вы какое отношение? Вы родственники, да? Я живу здесь с 59-го года. Нет, с 61-го года. Мы с Минска сюда отца перевели работать, жили по квартирам. Эту квартиру получили в 62-м году. Отец был дорожник тоже был, да? Нет, отец был модельер. Модельер. Да, обшивал вот это на победе всех этих жен, обкомовцев, варкомовцев, да. К этому дому был подвал. Вот где этот столб. Там под этой дорогой, там сводчатые подвалы. Сводчатые, такие красиво выложены. А он сейчас уже засыпал, что ли, или нет? А вход вот здесь, метр за забором, вот туда вот там вход. То есть он до сих пор действительно... Мы с детьми туда лазили. Потом Андрей Максимович вот этот, видишь, что дети туда лазят, он туда нарезал крыжовника колючего, напихал в эту дырку и засыпал землей. Сейчас там пустота. Там есть вот эти своды, но там огромные, большие подземелья такое. Мы там детьми, ну, пацанами лазили туда, прятались как бы. А сейчас уже все, то есть никак нельзя туда засыпать? Ну, его засыпали, но там все это пустота, все это есть в подвале. Просто никто не знает, и об этом кто-нибудь коснется, ткнутся, а там оно бунц, и все провалится. Это был подвал к этому дому. Он тоже строился в где-то 900-м каком-то там, в 5-м году. Там на кирпичах, на этих, их из Франции привозили. Кирпичи из Франции привозили? Да, ну, тогда же была другая страна, девочки, не то, что сейчас. Там бирки выбиты, 1908 год. А это можно посмотреть? Можно походить, да, походить там посмотреть. 1908 год, Made in France написано. На кирпичах клеймо такое овальное. Все там есть, это же не просто, что кто-то. В 20-е годы улица Казенная, очевидно, чтобы ее название не напоминало о старом режиме или о казенном доме, было переименовано в улицу Банная аллея. И действительно, в то время вся эта улица была густо засажена тополями и липами. Есть основание, здесь была водонапорная башня, которая питала железную дорогу, весь этот район, вон она, видите, кольцо. А, то есть это прямо на вашей территории? Да, это тоже во время войны все это разбурили, вон оно кольцо, оно и сейчас есть. Кстати, сделано так, ломом кувалда эти кирпичи не разобьешь. Надежно, в общем, да? Очень крепкое. Вот оно, кольцо, здесь было яма, мы потом сюда мусор бросали, потом засыпали землей. Ну, а сейчас вот и орех посадил, орех растет. Юра, расскажите, что за история на Банной аллее с цирком Шапито и Лилипутами? Насколько это правда и что за история вообще? Да, как пишет доктор филологических наук Александр Рогалев, на Банной аллее в свое время стоял, ну, наверное, один из первых в Гомеле цирков. Он, правда, был деревянный, зато в нем выступали любимцы публики Лилипуты и прославленные гомельские борцы того времени Костюкевич, Черная маска, Стулькевич и Басов. Особенностью цирковых представлений или состязаний по борьбе того времени... Вот это я знаю, что было, потому что сами люди, которые пришли посмотреть, могли побороться с именитыми борцами, правильно? Да, желающие приглашались помериться с именитыми чемпионами. Вот так. Стадион Локомотив, конечно. Ну, стадион здесь, вот этот мост пешеходный, что был, там перед мостом специально была такая железяка сваренная в асфальте, чтобы много людей, потому что здесь, когда матчи были, то здесь только народа двигалось, что боялись, чтобы этот мост не рухнул. Поэтому вход регулировали немножко, вот с одной стороны, чтобы люди шли меньше. Здесь были и овощная лавка хорошая, как сейчас помню, финики по 8 копеек. Ух ты! Покупали 8 копеек, финики стояли. Да, да. За моей спиной распределительный телефонный столб. С помощью этого нехитрого приспособления в разные концы залинейного района подавалась телефонная связь. А сегодня это уже почти что музейный экспонат, который доступен к обозрению 24 на 7. Этот столб имеет вот такую комфортную для связиста телефонную площадку, с помощью которой можно было работать на распределительной коробке. А вот в тех случаях, когда такой площадки не было, монтер вооружался когтями и с их помощью поднимался на самую вершину столба, что было достаточно экстремальным занятием на самом деле. На Банной аллее еще сохранились реликтовые дубы. По мнению краеведа Андрея Скидена, эти деревья имеют возраст не менее 200 лет. И помнят еще то время, когда на этом месте вместо железнодорожных путей лежало болото и шумели деревья. В 90-е годы это место было окутано криминальным ореолом. На той стороне путепровода появились одни из первых в Гомеле коммерческих киосков, в которых продавали Марсы, Сникерсы и знаменитый в то время Спирт Рояль. Ну и соответственно тут же собиралась публика сомнительного свойства. Люди пьющие, люди с криминальными наклонностями и жрицы продажной любви. С этой стороны путепровода слева от нас находилась первоначально пивная стекляшка, в котором в последующем первые кооператоры организовали достаточно неплохое кафе. Пока мы снимали выпуск, мимо этих объектов прошли десятки, а может быть сотни людей. Но все они уже видимо привыкли к тому, что их окружает и для них это не представляет особого интереса. А вот мне очень интересно и вам советую. Это на известковом растворе, после войны было все это дефицит, фундамент из камней валунных. А что это гаражи? Это сарай? Да, это гаражи. Вон зеленый, это мой, например. Это вот соседи. Ну, дело в том, что все это уже рушится. Все это, видите, вон сарай кругом трескается. Его уже ремонтировать смысла нет. Здесь предлагали снести вот это все, вот это все, снести полностью улицу и застроить. Ну, тут у нас жили и в тех домах такие почетные пенсионеры, которые дошли до Минска, все это воспротивились. Улица Банная, это 240 метров, почти 150 лет нашей истории. И находится она практически в центре города. Вот там за нашими спинами железнодорожный вокзал. Проходите по мосту, поворачиваете сразу налево и окунаетесь в историю Гомеля. Это сильные новости. Наш проект Гомель наизнанку. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии внизу.